Здравствуйте! Это новости, главное за неделю. Мы расскажем о самых интересных и заметных событиях, прошедших 7 дней, в анонсе о самом главном. Обмен опытом и лучшими практиками Муравленко посетила делегация Сахалина. От 36 лет и старше молодые семьи могут стать в отдельную очередь на получение субсидий по жилищной программе. 20 каналов в отличном качестве. Ямал перешел на цифровое телевизионное вещание. Муравленко делится опытом работы. Город на этой неделе посетила делегация из Корсаковского городского округа Сахалинской области. В администрации гостям представили лучшие муниципальные практики, которые реализуют в нашем муниципалитете. Познакомились корсаковцы с оснащением и спецификой работы образовательных учреждений. В завершении визита гостям представили муравленковский опыт работы в сфере культуры, молодежной политики, спорта и дополнительного образования. Подробности в следующем сюжете. Спорткомплекс «Зенит». Объект сразу же заинтересовал делегацию. Подобные сооружения планируют возводить и в Корсаково, поэтому гости интересуются технической стороной вопроса. Как отапливается здание и в какую сумму обходится обслуживание помещений. Далее направляется в ледовый дворец «Авангард». Гости впечатлены буквально с порога. Современная ледовая арена, отвечающая всем требованиям проведения соревнований самого разного уровня. Тренажерный зал, адаптированный для занятий хоккеистов. Интерес вызывает проект чемпиоников Муравленко. Он стартовал в 2018 году и сразу же стал популярным. Центр спорта Муравленко. О таком спортивном учреждении можно только мечтать, говорят корсаковцы. Бассейн, зал восточных единоборств, тренажерные залы и залы для адаптивной физкультуры. В одном здании обеспечены функционально всех видов спорта практически игровых, видов спорта плавания и так далее. Если у нас в спортивной школе такие объекты есть, но не все находятся в разных местах, и несколько затрудняется контроль и методическая работа с такими. А здесь все воедино, все вместе. И очень удобно и тренерам работать, методистам работать, детей принимать. Вот это, конечно, большой плюс очень. Гости в полной мере ощутили ямальский колорит, посетив интернат для детей из числа коренных малочисленных народов Севера. С удовольствием побывали в избе и хантыйском чуме, где их угощали национальными блюдами и рассказывали о быте коренных народов. Я служил офицером, я в Монголии был. Там юрты, вообще юрты. А вот так на севере нашей страны огромные-огромные. Это первый раз. Посетили гости объекты, построенные в рамках программы «Комфортная городская среда». Сквер Ямальский. Он заслуженно стал уже визитной карточкой города. Также побывали в мечети и храме Преображения Господня. Познакомили гостей из Корсакова и с работы учреждений культуры и малодужной политики. Своим богатым опытом поделились работники библиотечной сферы. Вот уже который год они успешно участвуют в грантовых конкурсах и реализуют различные проекты. Они точно знают ответ на вопрос, что такое современная библиотека. В детской художественной школе корсаковцы побывали в Косторезной мастерской и даже попробовали изготовить украшения из оленьего рога. Приятный сюрприз их ожидал и в детской музыкальной школе. Небольшой концерт в честь гостей дал оркестр русских народных инструментов. Ждали гостей в детской школе искусств. Здесь они познакомились с основными направлениями обучения. Рассказали им и об успехах и достижениях воспитанников и педагогов. Только в этом году в копилке побед школы 12 гран-при. Побывали гости и на уроки в балетном классе. К слову, классический балет на Ямале культивируется только в двух городах – Муравленко и Ноябрьске. Встречали корсаковцев и в Центре патриотического воспитания. Гости высоко оценили работу, проводимую со школьниками в этом направлении. Центр патриотического воспитания, в котором мы сейчас находимся, это, наверное, то, что наша мечта. Потому что у нас, к сожалению, это тоже все на базе образовательных учреждений. Нехватка помещений, нехватка специалистов как бы дает знать. Поэтому это вот очень тоже такая интересная ваша особенность. Лучшими социальными практиками и новыми проектами поделились специалисты молодежного ресурсного центра. А вечером гости побывали на главном вокальном проекте года «Поющий город». Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, Новости, Муравленко. Получить субсидию на улучшение жилищных условий стало проще. Теперь участвовать в программе могут и те, кто выбыл из основной очереди по достижении возраста 36 лет. Зульфия Фарвазова расскажет подробности. В очередь, как молодая семья, Медведовские встали в 2017 году. Своего жилья нет, пока ютятся в квартире у родственников. Это наша общая инициатива была встать с мужем. Мы бы встали раньше, еще в 2016 году, но декретный отпуск, доходы небольшие, поэтому не могли. Осенью мужу Юлии Федорову исполнится 36 лет. И по правилам жилищной программы семья Медведовских перестанет считаться молодой. Но в этом году у таких семей появилась возможность встать в другую очередь. И эта новость Медведовских приятно удивила. Счастья нет предела. Надежда. Появилась надежда. О новом виде поддержки для тех, кто в силу возраста так и не дождался своей очереди на получение субсидий, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Во время ежегодного доклада о положении дел в регионе, глава региона поручил значительно увеличить финансирование по жилищной программе для молодых семей и разработать новый механизм поддержки. Теперь участники новой очереди смогут купить жилье на первичном рынке или участвовать в долевом строительстве. Как только они встанут на очередь по получению социальной выплаты на дополнительную программу, на новую программу, то есть уже в этом году есть шанс улучшить свои жилищные условия. Вырос и размер социальной выплаты. Участники новой очереди получат не 30, как это было в традиционной очереди, а 40% от расчетной стоимости жилья. Так, для семьи из трех человек субсидия составит 1 миллион 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат и участники основной очереди, если выберут жилье на первичном рынке. В рамках окружного мероприятия только есть такая возможность для семьи, да. То есть у нас вторичка – это 30% для семей, имеющих детей. В случае направления на первичное жилье – там 40%. А участники федеральной очереди теперь могут перейти в окружную. Учитывая все нововведения, в Муравленко в 2019 году собственное жилье сможет приобрести как минимум 31 семья. Для этого городу выделено чуть больше 60 миллионов рублей. Скажи свою мечту, что ты хочешь? Чтобы у нас заделась сестренка. Теперь, говорят Метведовские, можно и о пополнении семьи задуматься. Ведь совсем скоро при поддержке правительства они смогут приобрести свою собственную квартиру. Зульфия Фарвазова, Петр Хаджаев, Андрей Нагибин. Новости. Муравленко. В Муравленко прошла очередная встреча в рамках проекта «Открытый диалог». В ней приняли участие работники транспортного предприятия «Сервис-интегратор». Вопросы и ответы обобщила Нина Гультяева. Один из первых вопросов работников транспортного предприятия касается, что неудивительно, транспортной сферы. А точнее, пассажирских перевозок. Муравленко все интересуются, можно ли снизить цену на проезд с 500 рублей до ноябрьска. Цены действительно очень разнятся. Но муниципалитет не может влиять на ценовую политику межмуниципальных перевозок, поскольку заказчиком этих услуг является окружной профильный департамент. Предложение о передаче полномочий городу местные власти Муравленко уже направили в округ. Предложение простое. Предлагаю передать, и об этом письмо написано, но есть на рассмотрении, передать в полномочия муниципалитета реализацию межмуниципальных перевозок. Вот тогда можно обсуждать цену, тогда можно обсуждать, скажем так, и регулярность, и в том числе, что очень важно для наших жителей, это заезд автобуса и в аэропорт, и на железнодорожный вокзал. Интересовались жители, почему скатные козырьки на балконах пятиэтажек раньше управляющей компании ставили в рамках текущего ремонта. Теперь только в рамках капитального ремонта фасада, то есть за накопленные взносы. На сегодняшний день управляющие компании такого вида плату услуг не оказывают. Они, в принципе, это не обязаны делать, это не относится к минимальному пенсию тех услуг, с которыми у них заключены договоры с собственниками жилых помещений. Но, тем не менее, есть у нас организации, которые эти работы выполняют. То, что делает управляющая компания, если поступает заявка по затеканию на козырьке пятого этажа, это ремонтируют в соответствии с проектом. То есть заливают битвом, меняют рубероид. Вот такого рода все ремонтные работы выполняются. Во всех остальных неаварийных случаях собственники могут установить такие козырьки за свой счет. Спрашивали жители и о мусорной реформе, о содержании и обслуживании жилищного фонда. И, конечно, городских дорог. В прошлом году один из подрядчиков был оштрафован за недочеты в разметке на дорогах. Их пришлось исправлять уже в начале зимы. В этом году ремонт дорожного полотна в Муравленко продолжится. А контроль за подрядчиками усилят. Мы будем производить ремонт. И этот ямочный ремонт в том числе где-то и закроет разметку, которую мы нанесем потом вновь. Но оставлять пустые профлешины, которые будут отданы под ремонт, мы не имеем права. Да, мы нанесем краску, потом заклеим другим асфальтом. Это будет касаться и первого подъезда, и второго подъезда. И там будут происходить достаточно масштабные работы по срезке старого основания. Нанесение нового асфальта, укрепление обочины на правила дорожного движения запрещают отсутствие разметки. Мы за это несем штрафные санкции. На все заданные в ходе диалога вопроса работники сервис-интегратора получили исчерпывающие ответы. Следующая встреча пройдет 23 апреля в первой школе с участием управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Присоединиться к диалогу могут все желающие. Нина Гультяева, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. Ямал перешел на цифровое телевидение. Жителям доступны 20 бесплатных каналов в отличном качестве. По поводу любых технических проблем по подключению к цифре, можно обращаться в Федеральную службу техподдержки РТРС по телефону 8 800 220 20 02. А позвонив на номер региональной горячей линии 8 800 2115, ямальцы могут задать вопросы по переходу на цифровое вещание, уточнить, где купить приставку или вызвать волонтеров, которые помогут с ее подключением. Отмечу, что в соответствии с решением Госкомиссии по радиочастотам, аналоговое вещание региональных и муниципальных телеканалов сохранится как минимум до 2020 года. Далее решение будет по ним приниматься. Решение будет приниматься общегосударственное. Либо это будет третий мультиплекс, в который будут включаться какие-то дополнительные федеральные каналы, плюс будет подключаться региональная составляющая с включением муниципальных каких-то врезок, либо это будут врезки в отдельные федеральные каналы. Программы «Муравленко-медиа» по-прежнему доступны в аналоговом вещании на телеканалах СТС, ТНТ, Ямал-регион, а также в сети кабельного оператора и на интернет-канале YouTube. Детские авиабилеты к месту проведения отпуска и обратно многодетные семьи смогут приобрести всего за 2500 рублей. Это уже вторая региональная инициатива после компенсации бюджетникам на приобретение жилья. Теперь билеты детям в отпуск можно купить дешевле и без лишней бумажной волокиты. Подробности в следующем сюжете. Для многодетной мамы инициатива Дмитрия Артюхова о частичной компенсации стоимости перелетов для детей из многодетных семей к месту отдыха и обратно – настоящий подарок. Грядущей осенью мои старшие дети, двойняшки, идут в школу. Все родители понимают, что для семейного бюджета это серьезное обременение – в школу детей собрать. Ну и в принципе мы планировали вообще от летнего отпуска в этом году отказаться, чтобы не было серьезной нагрузки на семейный бюджет. И было приятным удивлением, что поступило столь замечательное предложение все-таки от нашего правительства регионального. И теперь мы всей семьей планируем отправиться на летние каникулы в Крым. Две с половиной тысячи рублей – именно столько будет стоить билет для 15 тысяч детей из многодетных семей Ямала. По расчетам специалистов этой льготой смогут воспользоваться около пяти тысяч семей. Из бюджета округа выделено 120 миллионов рублей. Льгота распространяется на 28 авианаправлений из Ноябрьска на дыма нового Уренгоя и Салихарда. Дмитрий Артюхов, который анонсировал эту инициативу на встрече с журналистами, признался – идея родилась из обращений жителей региона. Часто приходилось получать обращения о том, что даже для людей со средним достатком вывезти ребенка, всю семью, минимум это пять человек многодетно и больше, это существенное бремя даже для людей с нормальным и выше среднего достатка. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Делается это для того, чтобы вывоз детей вместо отдыха был для многодетных семей облегчен. Еще одно значимое новшество в этой инициативе – максимальная автоматизация процесса. Уже сейчас по лекалам цифровой экономики будущего. По словам губернатора, надо максимально облегчить возможность пользоваться льготой без справок и подтверждений, без походов по кабинетам чиновников. Уже в конце апреля появится опция, которая позволит сравнивать заявки на приобретение билетов на сайте авиакомпании со списком многодетных семей Ямала. В социальных сетях инициативу одобрили, но высказали и опасения – билетов может не быть. Я переживал просто за то, что люди планируют уже свои отпуска северные, как бы это ни сбило их. То есть все, что уже приобретено, оно все будет таким же способом в кассе, удобно заменено с возвратом средств свыше указанного тарифа. Компенсационные выплаты также будут максимально автоматизированы. Надо только обратиться в авиакассу, где и сделают перерасчет. Это будет вдвойне приятно, будет душу греть это понимание, что да, сейчас придется потратиться, безусловно, но оно будет того стоить. То, что все-таки у детей в преддверии первого в их жизни учебного года в школе будет возможность выехать на море и отдохнуть. В обращении с журналистами губернатор подчеркнул, региональная инициатива удачно ложится в один из важнейших посылов Владимира Путина, который он озвучил в своем февральском обращении к Федеральному собранию. Это уже вторая региональная инициатива, направленная на поддержку нуждающихся. Первыми были компенсационные выплаты бюджетникам на приобретение на Ямале нового жилья. Юлия Лучникова, Владислав Дропотов, Новости Муравленко. В этом году городская больница получит новый автомобиль скорой медицинской помощи. Муравленко стал одним из девяти муниципалитетов, в которые будут направлены новые машины класса С для оказания помощи пациентам, пострадавшим в ДТП. Ими оснастят медицинские учреждения, находящиеся вблизи основных автотрассок круга. Автомобиль будет полностью укомплектован реанимационным оборудованием. Это аппараты искусственной вентиляции легких, специальные инфузоматы для того, чтобы внутривенно вводить лекарственные препараты. То есть современное оборудование. Полицейские города подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2019 года. За три месяца текущего года в дежурную часть поступило более полутора тысяч заявлений и сообщений о нарушениях закона. По итогам рассмотрения было возбуждено 65 уголовных и 300 административных дел. Сотрудники полиции констатируют факт снижения количества краж чужого имущества на 36% и мошенничеств. Но тем не менее имущественные преступления продолжают сохранять лидерство в общей структуре преступлений. Необходимо отметить, что насмотря на активное информирование граждан через средства массовой информации, интернет-ресурсы, 80% опрошенных потерпевших подтвердили, что знали о способах обмана, но попались на уловки мошенников. Комплекс профилактических мер позволил снизить уровень преступности в общественных местах. Не допущено преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но выросли показатели уличной преступности. За три месяца в городе совершено 8 наркопреступлений. Из оборота изъято 218 грамм синтетики. Есть недостатки в работе по выявлению фактов незаконного хранения оружия. Критике подверглась и деятельность полицейских в сфере экономических и коррупционных преступлений. В целом работа ОМВД признана неудовлетворительной. Муравленковское отделение занимает шестое место среди 13 муниципалитетов округа. 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления или День работника муниципальной службы. Это профессиональный праздник тех, на кого возложена ответственная задача по решению вопросов развития территорий и обеспечению социально-экономического благополучия жителей. Ответственность работников местного самоуправления затрагивает такие сферы государственной деятельности, как благоустройство дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, культура и спорт. Уровень жизни наших граждан зависит от качества решения вопросов местного значения. Приоритеты муниципальной власти неизменны. Эффективная обратная связь с жителями, включая социальные сети. Постоянный диалог и совместная плодотворная работа с ямальцами по обустройству территории. И что особенно важно, при принятии управленческих решений руководители муниципалитетов должны учитывать мнение людей, поддерживать гражданские инициативы, с неравнодушием и ответственностью в интересах земляков формировать стратегию развития населенного пункта. А представители молодежного совета при главе города в рамках празднования Дня местного самоуправления на один день погрузились в работу муниципальных служащих. Городская администрация и бюджетные учреждения провели ежегодный День дублера. Подробности у Анастасии Поповой. Сегодня у нас День дублера, день, когда можно приоткрыть завесу. День дублера – это уникальная возможность для молодежи Муравленко лично принять участие в повседневной работе муниципальных служащих и получить бесценный управленческий опыт от представителей власти. Это в первую очередь возможность поглубже погрузиться в каждодневную деятельность администрации города. Возможно, для себя развенчать некие мифы о работе администрации, о работе органов управления города. Возможно, получить ответы на какие-то вопросы, которые их интересуют. Дарья Тюменцева на день примерила должность представителя губернатора Ямала Валентины Полыновой. Рабочий день расписан буквально по минутам. Совещание, видеоконференция, прием граждан по личным вопросам и снова совещание. Даша будет вести прием. Я ее в курсе введу, чтобы она знала, что и как. Дарья внимает каждому слову наставника. Поработать на посту представителя губернатора Арктического региона, пусть всего один день, это большая ответственность. Для меня это возможность посмотреть за кадром. Вот сколько я бы не бывала на мероприятиях и вижу эту работу, возможно, больше, чем остальные. Но все равно не узнаешь всего, пока не погрузишься в их работу. В должности первого заместителя главы администрации Андрея Лукьянова сегодня Лилия Попова. Девушка не пропускает ни одно городское мероприятие. Ей интересно буквально все, что связано с жизнью муниципалитета. Достаточно плотная сегодня будет работа в рамках видеоконференции. А в соседнем кабинете юной Екатерине Заболоцких заместитель главы администрации по социальной политике Елена Молдован объясняет специфику своей работы. Ты занимаешь место человека, который уже довольно-таки опытный, уже знает, что делать. И ты получаешь от него опыт. К тому же день самоуправления в администрации города – это вообще огромный шанс посмотреть все-таки, что изнутри происходит здесь. И попробовать себя в качестве этого человека. День дублера – это хорошая возможность для молодежи увидеть работу в муниципалитете изнутри. Ребята воочию убедились, насколько непрост труд муниципальных служащих. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Новости, Муравленко. В Муравленко продолжается активная подготовка к летней кампании. Для юных муравленковцев организуют смены в пришкольных лагерях, а подростки смогут заработать собственные деньги. С подробностями Ирина Бугрим. Организовать досуг детей и молодежи во время летних каникул – одна из главных задач летней кампании. Многие подростки хотят подработать, ведь каникулы длятся три месяца. А свои сбережения иметь всегда приятно. Главное, чтобы работодатели пошли на встречу молодежи и предоставили рабочие места. За три смены планируется временно трудоустроить 450 подростков. Прием заявлений уже начался. Дети будут трудоустроены на 0,5 ставки. Учитывая минимальный размер оплаты труда в ЯНАУ, на руки они получат более 10 тысяч рублей. За эти деньги придется потрудиться на благо города. Ребята будут убирать мусор на территории города, лесного массива и в районе сопки. Специалисты предупреждают – прогулять работу не получится. Все дни, как в любом учреждении, будут учтены. Рабочий день в зависимости от возраста подростков – от 2,5 до 3,5 часов. А все оставшееся время можно будет провести в компании сверстников и наставников. Для трудовых отрядов вожатые готовят интересные культурно-досуговые программы. Секреты пока не раскрывают. Но обещают – скучно молодежи не будет. У нас сожидается три смены с разным количеством детей в каждой смене. Акцент мы делаем на последнюю смену, на август, потому что у нас близится день города, юбилей. Дети у нас будут помогать организовывать, то есть участвовать, как проводить массовые мероприятия. Будут на досуге их репетировать и потом, ко дню города, они будут выступать. Летний отдых организуют и для детей в пришкольных лагерях. С 3 июня для маленьких горожан распахнут свои двери про гимназия Эврика и пятая школа. В июле лагерь будет работать в четвертой школе. А в третью смену мальчишек и девчонок примут первая и вторая школы и дворовые площадки в центрах детского и технического творчества. Родительская плата составит четверть от цены путевки в лагерь. Мы принимаем в лагерь с 6,5 лет. То есть те, кто собирается в первый класс или уже закончил первый класс. Но обращаю внимание, что лагеря работают у нас 5 дней в неделю до 3 часов дня. То есть после 3 часов родителям нужно будет подумать, чем будет занят ребенок до вечера. Принимают заявление непосредственно в тех школах, где будут работать лагеря. Летний каникул организуют для юных муравленковцев и за пределами города. Муниципалитету выделено более 400 путевок. География выездных лагерей достаточно обширна. От юга Тюменской области до золотых песков в солнечной Болгарии. На сегодняшний день свободные места есть в лагерях Анапы, Ленинградской области, Республике Крым, а также в Тюменском центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка». Детский лагерь «Снежинка» находится в Тюменской области. Одна смена длится 21 день. Дети в лагере могут не только отдохнуть, но и оздоровиться. Также предусмотрены развлекательные мероприятия, пятиразовое сбалансированное питание, также выезд на экскурсию в город. Специалисты МРЦ готовы дать родителям полную информацию о местах отдыха и рекомендации по выбору лагеря с учетом возраста и интересов ребенка. Путевки бесплатные, родители оплачивают только стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Исключение составляют только путевки в Болгарию, которые облагаются налогом в 13%. Забронировать их можно в один клик на сайте mallcenter.ru. Ирина Бугрим, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. На сцене Дома культуры Украина прошел финал главного вокального проекта «Поющий город». Участники и их наставники доказали, вместе они способны на многое. Кто же в итоге стал лучшим в репортаже Татьяны Бойко. Финал самого масштабного проекта не только города, но и Ямала собрал полный зал зрителей. Тон выступлению задают наставники. Всего их 13. Настоящие профессионалы, гуру муравленковской сцены. Лауреаты международных конкурсов и фестивалей вокального искусства. «Поющий город» собрал 14 команд, 150 участников. Это люди самых разных профессий. Учителя, воспитатели, врачи, банковские работники, нефтяники и предприниматели. Со сцены звучат всем знакомые золотые хиты советской и зарубежной эстрады. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Позади два месяца изнурительных репетиций. Участники признаются, были моменты, когда опускались руки и казалось, ничего не получится. Но дружеское плечо коллег, поддержка наставников, семей не давали усомниться в своих силах. Сегодня, в день финального выступления, на вопрос, готовы ли команды повторить пройденный путь, в один голос уверенно отвечают. Участников проекта «Поющий город» оценивало жюри, в составе которого настоящие корифеи вокального искусства из Муравленка, Губкинского, Ноябрьска. Председатель Кристина Питула, лауреат и обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, участник проектов «Фактор А» и отборочного тура конкурса «Евровидение». Это дорогого стоит, когда люди, помимо своей профессии, находят время, находят финансы, находят желание и вообще вдохновение заниматься чем-то другим. Поэтому низкий вам поклон за то, что вы занимаетесь, творите и вообще себя расширяете в творческом плане. Идейный вдохновитель проекта «Поющий город» начальник управления культурой и молодежной политики Наталья Тягунова говорит, первый опыт оказался успешным, а значит... Проект будет жить, обязательно будет жить. Ведь город запел, почему бы и нет. В итоге первое место разделили команды «План Б», «Дом культуры Украины» и «Родники» детского сада «Снежинка». Диплом за второе место у вокалистов из команды «Экипаж», «Хлебопекарня», «Горячий хлеб» и у «Импровизации» про гимназию «Эврика». На третьем месте исполнители из «Ноябрьск» энергонефти, команда «Энерджи» и «Импульсы» городской больницы. Татьяна Бойкова, Вислав Дроботов, новости Муравленко. Все больше муравленковцев присоединяются к движению ГТО и выполняют нормативы на значки. На этой неделе заслуженные награды вручили отличникам всероссийского комплекса в торжественной обстановке в администрации города. Рассказывает Валерия Чижик. Движение ГТО «Муравленко» развивается. Только с начала года на старт вышли почти 700 человек. Две третих из них пробуют свои силы впервые. Но все без исключения ставят цели и берут намеченную высоту. Нужно сдавать ГТО, чтобы проверить себя не только в своем спорте, а в универсальных упражнениях. То есть гимнастика, силовые, растяжка, бег. А также дает плюс к баллам к ЕГЭ. Алина Ишкулова в спорте с 7 лет. В ее копилке множество медалей, в том числе золотой знак отличия третьей ступени. Бег, отжимания, пресс, все испытания школьница прошла успешно и показала один из лучших результатов среди ровесников. Я занимаюсь баскетболом и теннисом. Подготовлю я себя к ГТО морально и физически. То есть это те же отжимания, например, или же те же тренировки, на которые я хожу. Меня позвал в первый раз учитель сдавать ГТО. Но мне в первый раз понравилось. И я захотела сдавать четвертую ступень. В этом году Алина вновь доказала, что готова к труду и обороне. В администрации гордые вручили заслуженную награду. Вместе с ней на золотой знак отличия нормативы ГТО выполнили более 60 муравленковцев. На ваших плечах, на ваших примерах и держится высокое звание города Муравленка, спортивного города Муравленка. И, конечно же, ваш вклад в эту работу, он неоценим. А для некоторых жителей города выполнять нормативы ГТО уже стало семейной традицией. К примеру, у Карташовых теперь аж три золотых знака отличия. Мы любим спорт. И это самый главный пример нашим детям. Пример с детьми, с которыми мы занимаемся, которых учим, что спортом заниматься полезно, здоровый образ жизни, соблюдать самое главное. ГТО – это, знаете, такой стимул для нас, для каждого человека. Попробовать себя, какие-то нормативы улучшить и получить золотой знак. Присоединиться к движению ГТО может любой желающий. Регистрируйтесь на сайте ГТО, заполняйте заявку и получайте медицинский допуск. Затем приступайте к выполнению нормативов. С расписанием можно ознакомиться в центре тестирования ГТО в спорткомплексе «Ямал». А вы готовы к труду и обороне. Валерия Чижик, Анатолий Шульков, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Такой была информационная картина недели. Оперативная информация на нашем сайте muravlenko24.ru. А я желаю вам приятных выходных дней.